Здравствуйте! В прямом эфире новости. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Во имя здоровья автопарки-больницы Мегшиказахского района пополнились 11-ю каретами скорой помощи. Не штрафовать, а предотвратить. Мониторинговая группа проинспектировала общественные места Талдыкургана. Районный центр Райбекского района превратился в большую строительную площадку. В Нарнколе возводятся новые социально значимые объекты. Ведется реконструкция старых и обветшалых зданий. Ремонтируются дороги и благоустраиваются улицы и дворы. Растущая численность населения района рождает спрос на жилье. Так, решением актуального вопроса стало строительство 87 домов. Работы ведутся в несколько этапов. Уже сданы 33 жилых объекта. Глава Житесуского края Амандык Баталов нанес визит в Райбекский район с целью принять участие в открытии важных социальных объектов. Центра обслуживания населения и районной прокуратуры. А также в церемонии вручения ключей счастливым новоселам. С подробностями вы сможете ознакомиться завтра в вечернем выпуске новостей. На 80% обновился медицинский автопарк Алматинской области. 11 карет скорой помощи направили в больницы Имбекшиказахского района. Это существенная поддержка для здравоохранения одного из крупнейших районов Шитесуского края. С населением более 300 тысяч человек. Новые автомобили уже выезжают на вызовы к пациентам. С их работой ознакомился наш корреспондент. В центральную больницу Имбекшиказахского района в день поступает более 200 вызовов скорой помощи. Учитывая сезонные заболевания, риски заражения COVID-19 и увеличение дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период, для фельдшерской бригады дорога каждая минута. Новые автомобили позволят медикам оказывать более качественную и своевременную помощь. Полное оснащение транспорта современным оборудованием дает возможность оказывать реанимационные действия даже в ходе перевозки пациента. Это транспорт. Здесь оснащены полностью оборудованием. Получается, здесь электрокардиограф и дефибриллятор, искусственная вентиляция легких, электронный отсос, кипять и реанимационные укладки. Все, что необходимо для оказания полной медицинской помощи, у нас есть. По словам заместителя директора областной скорой помощи Нургали Омара, в регионе усовершенствован алгоритм оказания неотложной медпомощи. То есть, при поступлении вызовов фельдшеры посредством коммуникатора отправляют информацию о пациенте в приемный покой. Таким образом, врачи еще до прибытия госпитализированного знают, какую именно нужно оказать помощь. Предварительную информацию о пациенте медики введет на специальном табло. Работа скорой помощи для нас – это самое главное. Это наша основа, своевременное поступление пациентов, которое организовывают наши коллеги. Это областная станция скорой помощи. На сегодняшний день с получением нового автотранспорта расширились возможности уменьшения нагрузки для машин и для фельдшерских бригад и своевременной доставки пациентов. Если раньше у нас было всего 13 точек скорой помощи на почти 300 тысяч населения, то сегодня у нас уже 24 точек скорой помощи. В областную станцию скорой и неотложной помощи в день поступает порядка 2000 обращений. Это вдвое меньше, чем во времена жесткого карантина. Как утверждают медики, в настоящее время ситуация стабильна. Однако не стоит забывать о санитарно-эпидемиологических правилах. В противном случае вирус будет распространяться и дальше. Соблюдение карантинных мер под контролем. В ходе рейда по Талдукургану мониторинговая группа посетила места наибольшего скопления людей – общественный транспорт и торговые дома. Ранее в ходе проверок этих сфер деятельности уже были отмечены нарушения санитарных норм. Какова ситуация в настоящее время – узнаем из материалов сюжета. В ходе предыдущих рейдов отмечались нарушения среди водителей автобусов и пассажиров. Сейчас ситуация совершенно иная. Водители автобусов к ношению масок стали относиться более ответственно. То же касается и большинства пассажиров. Однако сказать, что в общественном транспорте полностью соблюдается карантинный режим, до сих пор нельзя. Здравствуйте. Мониторинговая группа Акимата города Талдукурган. Мониторинг по ношению маски на сегодняшний день. Молодой человек у вас, что за масками, карантинный режим не соблюдаете, да? Вот, мужчина, вы тоже. Где у вас маска? Масочный режим, почему вы не соблюдаете? Также мониторинг, проведенный по торговым домам города. В ходе рейда зафиксирован ряд нарушений, связанных с ношением масок, как среди посетителей, так и среди работников предприятий. На масках обязательно кип-крыгер. Каждый клиент должен быть в маске. Только что двое человек у вас были без масок. Вы и сами свои маски ниже положенного уровня спустили. Это нужно для вашей безопасности и безопасности населения. Одно из частых нарушений – отсутствие дезинфицирующих ковриков. Следует отметить, что персонал, замеряющий температуру посетителей, и проверяющий наличие масок у визитёров на входе в здание – тоже большая редкость. В проведенном рейде принимают участие представители правоохранительных органов, контроля качества и безопасности товаров и услуг, управление транспорта и городской акимат. Вынесено множество предупреждений. В ближайшее время ответственные за нарушения лица будут вызваны в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Аналогичные рейды будут проводиться на постоянной основе. Как сообщают уполномоченные структуры, целью данных рейдов является выявление и устранение нарушений. Однако, если нормы карантинного режима будут нарушаться и впредь, работа торговых домов может быть приостановлена. Место встречи – гарнизон. На более 900 юношей из разных регионов страны в этом году призваны в ряды вооружённых сил Талдыкургана. Подготовка и обучение новобранцев сейчас в самом разгаре. Поскольку уже через неделю им предстоит дать клятву верности родине, военную присягу. Поддержать молодых солдат в начале их воинского пути прибыли ветераны вооружённых сил Талдыкургана и специалисты молодёжного крылажа Соттан. Тема встречи – формирование патриотических качеств среди юношей. О повышении военного престижа говорил в своём послании верховный главнокомандующий вооружённых сил президент Республики Казахстан Касымжомар Тукаев. Ведь основа военно-патриотического воспитания – формирование у людей морально-политических и психологических качеств защитников отчизны. В свою очередь ветеран афганской войны Талгат Бердикенов поделился с новобранцами воспоминаниями прожитой войны и поведал историю своей жизни. Мы часто приходим в войсковые части, в молодёжи, в школы, в колледжи, ходим, объясняем о службе, о воспитании, патриотическом воспитании. Поэтому это не первый раз мы приходим и сегодня мы объясняем ребятам, чтобы они служили хорошо, познавали военную технику, обучались. Информативный был разговор, то есть он просветил нас во многих аспектах, потому что у человека за плечами большой опыт в разных сферах, ну вот в этой сфере, грубо говоря. Ну, было интересно послушать его. 680 пожаров зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Погибло 25 человек. Ещё столько же людей получили травмы различной степени тяжести. Более 20% этих пожаров произошло при эксплуатации печей на твёрдом топливе. Как показывает практика, все факты отравления угарным газом связаны с пренебрежительным отношением к требованиям пожарной безопасности, также неправильной эксплуатации отопительных устройств. В связи с этим, Департаментом по чрезвычайным ситуациям области проводится профилактическая работа по разъяснению правил пожарной безопасности, особенно в период отопительного сезона. По словам представителя ДЧС, выступившего на брифинге, помощь оказывается и со стороны Акимата. Необходимо отметить и большую поддержку Акимата в области. Это выделяется финансовые средства. В том году были выделены более 169 миллионов, на которые были приобретены и установлены датчики обнаружения угарного газа для социально-известных слоёв населения. Это более 25 тысяч датчиков. В этом году мы планируем совместно с Акиматом. Сейчас прорабатывается вопрос выделения денежных средств и закупки уже непосредственно датчиков, обнаружения пожара, дыма и датчиков утечки именно природного газа. Так как вот у нас область, она активно газифицируется, данный вопрос, он тоже актуален. Победители проекта «100 новых лиц Казахстана» встретились с молодёжью Талдыкургана. В числе приглашённых гостей и финалистов национального проекта и наши земляки. Лидер Гражданского альянса области и молодой депутат Ельдар Сапаров и создатель спортивно-реабилитационного центра для людей с инвалидностью Ельдос Паял Шпаев. Всего за 4 года своей деятельности он помог встать на ноги нескольким десяткам людей. Победители проекта поделились с юными студентами собственной историей успеха. Личностный рост напрямую зависит от желания улучшить уровень и качество жизни в родной стране, считают спикеры. По их словам, все эти приоритеты чётко прописаны в программе главы государства Рухани Жангру, ориентированной на возрождение духовных ценностей. К словам почётных гостей присоединились и представители правящей партии страны Нуротан. Они рассказали о перспективах и возможностях государственной программы, платформе, помогающей молодому поколению развить навыки лидерства. Встреча выдалась очень воодушевляющей и мотивирующей. Гости призывали к трудолюбию, честности, любви к родной стране и прежде всего к себе. Моральные ценности – вот что должно стоять во главе любых деяний, я считаю. От чётких разграничений, что правильно, а что может причинить вред всему окружающему и твоей репутации, зависит, как будет пройден жизненный путь. Прекрасный день, чтобы бросить курить. Под таким названием стартовал флешмоб, призывающий население к здоровому образу жизни. Акцию организовал Институт общественного здравоохранения Алматинской области совместно с Молодежным ресурсным центром. Мероприятие приурочено к Международному дню отказа от курения. Её суть проста. Каждый желающий обменивал сигареты на подарок – небольшую игрушку или спортивный инвентарь. В ходе проведения акции с участниками провели диалог о вреде курения и первых шагах к отказу от вредной привычки. К слову, мероприятие прошло в самом многолюдном месте областного центра – в Талдыкурганском Арбате. Посвящена сегодня акция «К Всемирному дню против курения» для жителей и гостей города Талдыкургана. Эта акция абсолютно бесплатна к цели тем, что мы хотели призвать всех людей нашего города, жителей и гостей, к здоровому образу жизни. Чтобы всё-таки наши жители и гости меньше тратили время, посвящали меньше времени для вредных привычек. В селе Становое в Североказахстанской области главная проблема людей – обычная вода. Во-первых, её дают не каждый день, а во-вторых, вода – это сомнительного качества. Одна из жительниц показала, как она решает проблему с нехваткой воды. Выходит во двор, зачерпывает ведром снег и ставит топиться на печку. По словам Акима, Мамлюкского района для подключения села к водоснабжению были выделены бюджетные средства. Но ответственная за эту работу компания свои обязательства ещё не исполнила. 5 млн 550 тысяч тенге перечислили казахстанцы для отправки детских и молитных колясок в Сирию. Куманитарная акция «Помощь стране, переживающий кризис и последствия войны» впервые была организована по частной инициативе, передаёт Хабар-24. Инвалидные коляски были переданы в общество сирийского красного полумесяца. Куманитарный груз из Казахстана доставили детям в Дамаске, Алеппо и Сувейде. О благотворительной акции и реакции маленьких сирийцев, добровольные пожертвования благотворительных фондов Айала, Дара, Духовного управления мусульман и простых граждан Казахстана, а также людей из других стран, пусть немного, но облегчили жизнь искалеченных судьбой и войной сирийских детей. Денежные средства всё ещё продолжают поступать на счёт инвалидного центра «Независимая жизнь ДОС». Поэтому благотворительную акцию решено продолжить. Путь к признанию. ЖТСУская художница Анар Абжанова вышла в полуфинал 15-го международного конкурса искусства, который традиционно проходит в США. Имена победителей Арк Реневал, где приняли участие около 5000 живописцев из 83 стран мира, будут объявлены в январе следующего года. Для Анар Абжановой главное направление выбранной профессии – национальная живопись. Именно в этом стиле её запомнили зарубежные коллеги. Через свою работу известная художница пытается вернуть любовь жителей к родным краям. А в этом году исполняется 20 лет её творческой деятельности. С подробностей о творчестве нашей землячки ознакомит наш корреспондент. Имя молодой художницы края ЖТСУ Анар Абжановой уже давно известно в мировых кругах изобразительного искусства. 20 работ талантливого живописца выставлены в Лувре – самом крупном и популярном художественном музее мира в Париже. Её труды получили признание на самых престижных международных конкурсах в Японии, Италии, Испании, Чили, США, России и других странах мира. И в этом году работа Анар может попасть в топ лучших картин мира. На конкурс она представила одну из любимых своих работ – «Осенний пейзаж», освещенный утренним солнцем на знаменитой улице в центре Алматы. По словам художницы, картина прошла в финал международного конкурса среди порядка 5000 работ художников из разных стран мира. Почти 5000 картин были отправлены на этот конкурс, оказывается. Все они – работы лучших художников мира. Мне тоже захотелось принять участие в нём. Отправила пейзаж родного города Алматы. Я картину писала, восторгаясь красками и оттенками осеннего пейзажа. Есть в созерцании природы нечто прекрасное и удивительное. На картине изображена моя любовь к родной стране. Работа моя прошла в финал. Признаться честно, для меня это стало полной, но очень приятной неожиданностью. Здорово, когда твою работу оценивают профессиональные жюри. Если они отобрали работу на полуфинал, значит, посчитали её достойной для дальнейшего конкурса. Теперь я жду его окончательного результата. Анна Рабжанова – трёхкратный государственный стипендиат в области культуры от президента Республики Казахстан. Она – единственный в нашей стране лауреат европейского биеннале Европа-арт. Премии Сандро Баттичелли. Международная премия Леонардо да Винчи – универсальный художник. В 2018 году Анар была избрана лауреатом премии «Алтынадам». Она два раза удостаивалась золотых наград США за конкурсной картиной по серии «Сада», освещенного зимним солнцем, времён года и горного пейзажа с цветами. Имя Анны Рабжановой вошло в проект «100 новых имён Казахстана». По словам молодой художницы, искусство и творчество – это вся её жизнь. В три года стала рисовать на стенах и листках бумаги. По словам мамы, я ещё не умела ходить, а тянулась к карандашу. Мама старалась на оставшиеся деньги приобрести мне краски. С 12 лет училась в художественной студии изобразительного искусства для глухих детей под руководством Алексея Уткина. В 2004 году, несмотря на глухоту, поступила в художественный колледж в Алматы, которая окончила с отличием и продолжила обучение в Академии искусств имени Жургенова. Всем своим учителям выражаю благодарность. Но больше всего хочется сказать спасибо своей маме. Благодаря её помощи и поддержке я стала тем, кем являюсь сейчас. В жизни Анны Ры особое место занимает мама. В самые трудные периоды жизни дочери, когда ей поставили страшный диагноз – глухота, мама всегда была рядом. Всячески поддерживала дочь и была опорой, когда их бросил отец семейства, напуганный болезнью дочери. Максимально созданные условия для дочери в занятии с живописью позже дали свои результаты. Уже в школе она стала победительницей республиканского конкурса «Жулдзай», а в студенчестве выиграла гран-при фестиваля «Шабыт». Я очень рада, что у меня есть дочь. Все у меня спрашивают, счастлива ли я, что воспитала такого талантливого, с мировым именем человека. Конечно, счастлива. Сейчас Анна Рабжанова работает над серией, которую хочет посвятить 60-летнему юбилею мамы. Зрители смогут увидеть её уже в декабре. В настоящее время она работает преподавателем в Академии искусств имени Тимирбека Жургенова. Вместе с супругом воспитывает двоих детей. В её планах посетить неповторимый своими красотами край ЖТСУ. Ведь именно здесь она появилась на свет. И мечта у Анары красивая – открыть свою художественную галерею. Как говорит художник с мировым именем, жить без кисти и красок – всё равно, что жить без воздуха. Гульназ Мустафа, Курманжан Касамжанула, Аманжул Жункешев, телеканал ЖТСУ, Алматы. Евросоюз отказывается от ископаемых источников энергии, чтобы брать её у солнца, воды и ветра. Он хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз к 2050 году. Таково новое предложение Еврокомиссии в рамках Силёного соглашения стран ЕС и ради нейтрализации воздействия людей на климат. Согласно плану, расположенные на воде ветряные фермы увеличат производство электроэнергии с 12 ГВт до 60 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050. Другой вопрос – стоимость. По оценкам Еврокомиссии, до 2050 года потребуется 800 миллиардов евро, чтобы её планы зелёной трансформации увенчались успехом. Армения передаёт первый из трёх районов Нагорного Карабаха, которые в рамках соглашения о прекращении войны возвращаются под контроль Баку до конца года. За время подготовки к выводу армянских военных большинство местных жителей уехали, стараясь забрать с собой буквально всё. Сообщалось о том, что армяне даже сжигали свои дома и вывозили дрова, заготовленные на зиму. После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе тысячи людей устремились в города и сёла, остающиеся под контролем армянских сил. По другую сторону линии – разграничения. Азербайджанские беженцы, которые ожидают возможности вернуться в районы, переходящие под контроль Баку. В четверг по видеосвязи была проведена встреча в верхах Евросоюза. Лидеры собирались обсудить меры против распространения коронавируса и ликвидации его последствий, на которые требуется много денег. Но накануне Венгрия и Польша фактически наложили вето на процесс принятия бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии за то, что выплаты из них были увязаны с соблюдением странами-членами принципов правового государства. Верховенство права не имеет четкого определения. Это идеологическое, субъективное понятие. Им злоупотребляет одна сторона политической арены. Оно не должно быть связано с каким-либо функционированием Евросоюза, прокомментировал евродепутат правящей партии Венгрии. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин